Всем привет! Недавно наткнулся на одно видео, которое, думаю, интересно было бы разобрать. Это отрывок из встреч, где собрались блогеры, телевизионщики и журналисты. В один момент журналистка из зала начала резко высказываться в сторону Николая Соболева по поводу того, что он все стрелки приводит на себя и говорит только о себе. Хотелось бы узнать, чем занимается эта журналистка помимо своей профессиональной деятельности. И нетрудно было найти то, что она участвовала в таком шоу, как «Холостяк», и где успешно практиковала свои коммуникативные навыки в агрессивном стиле. И сегодня я проанализирую невербальное поведение участников этого спора. Весь монтаж, сценарий, ну самые основные вот то, что ты сейчас... А ты иногда мимо камеры по кому-то обращаешься? Нет, так далеко не все делают. Например, у Стаса Давыдова команда состоит из шести или семи человек, по-моему. Может, тебе это позволить? А ты нет. Ну... Пол! Пол! Я извиняюсь, конечно, но я думаю, что... Не перебивай меня. Все 15 минут, что я здесь сижу, ты каждую тему переводишь на себя. Для начала стоит обратить внимание на ее ладони. Они опущены вниз. В предыдущем выпуске по рукопожатиям я говорил, что когда человек жмет руку ладонью вниз, то это означает агрессивное доминантное рукопожатие. То есть человек считает себя выше своего собеседника и негативно к нему настроен, и хочет взять над ним контроль. Здесь ладони имеют такое же значение. Это агрессивное расположение рук. Подобную форму ладони часто используют люди, которые находятся на высокой должности. Политики, цари, военные с высоким званием и все те, кто обращаются к своим поданным и кто ниже их по званию, должности и статусу. Она также использует жест указывания пальцем, который имеет агрессивный характер с нарушением личных границ человека. Его используют тогда, когда кто-то кому-то приказывает что-то сделать. На высказывание про агрессию на ее лице появилась комбинация эмоций гнева и презрения. Еще одно проявление крайнего неуважения и агрессии к человеку. На фразе «У нас общие друзья» она прищуривает глаза. Прищуривание глаз — это неосознанный сигнал о негативных эмоциях, неприязни или даже сомнении. Вспомните похожий пример из своей жизни, когда вам что-то не нравится или вы не доверяете кому-то или чему-то, то неосознанно прищуривайте глаза. Бизнесмены, например, читая какой-то документ, прищуривают глаза, когда чувствуют что-то неладное или сомневаются в каком-то пункте. В целом и без этих сигналов понятно, что Соболев ей не нравится, и она придята к нему. Но наличие этих реакций хорошо демонстрирует ее состояние и позицию. Наверняка вы подумали, чем это будет полезно для вас. Есть ситуации, когда человек, наоборот, словесно выражает свое дружелюбие к собеседнику. Но у него проявляются такие агрессивные сигналы. И по этим сигналам можно прочесть истинное отношение, его отношение к человеку, независимо от того, что он говорит. Поэтому анализ этой ситуации будет отличным примером того, как невербальное поведение подтверждает слова и выражает общенегативное и агрессивное состояние. Давайте теперь посмотрим, как ведет тебя Соболев. При первом ответе его корпус наклонен вперед. Это признак заинтересованности в разговоре или в споре, как в данном случае. Затем, после неудачной попытки, он пытается невербально отстраниться от разговора, отклоняясь и отворачиваясь. Это происходит часто тогда, когда люди расходятся во мнении и хотят уйти и закончить разговор. Улыбка выступает как защитная реакция, мол, все хорошо. Его руки поправляют бейдж. Это жест-адаптер-манипулятор. Жест, который связан с прикосновением к предмету или одежде. Этот жест позволяет адаптироваться к стрессовой ситуации. Это признак того, что человек пытается взять себя под контроль. В очередной раз Николай пытается высказаться, при этом наклоняя корпус вперед, включается в разговор. Только в отличие от прошлого раза, его брови изменили форму. В прошлый раз он настроен более лояльно и пытался мирно урегулировать вопрос. Сейчас же мы видим, что ситуация его задела. И по опущенным и сведенным бровям мы видим, что он разгневан, но пытается контролировать и устранить любые проявления гнева. И находится в серьезном настроении. Затем после неудачной попытки переспорить журналистку, он опять поворачивает корпус в сторону и отворачивается. Во время того, как поворачивается, можно заметить, что он приподнимается на стуле. Так делают тогда, когда хотят прекратить разговор и собираются встать и уйти. Затем появляется опять жест-адаптер, но только прикосновение к себе. Он почесывает за ушами. Попытка справиться со стрессом. И завершается все улыбкой и смехом, который выступает как защитная реакция. И знаком того, что он якобы контролирует ситуацию. Плюс мы также слышим, что в зале тоже издался смех. И он нашел в этом поддержку для себя. Поэтому поддержал его и также посмеялся. Мы видим, что он отвернул голову и не хочет включаться в разговор. Во время того, как он сидит, можно увидеть, что он держит тебя за руки. Это же самоуспокоение. Пытается успокоить себя и держать в руках. Что касается его жеста ног, то Николай Соболев является хорошим примером человека, который использует в своей повседневной жизни жесты уверенности, нежели неуверенности. Он сам по себе достаточно самоуверенный человек. И этот жест, который он использует сейчас, нога на ногу выступает скорее как попытка показать то, что он уверенно чувствует себя в данный момент. А не то, что он действительно испытывает такое состояние. Ведь другие сигналы говорят наоборот. То, что его уверенность и самолюбие подбито. Когда его просит исполнить песню, он сам заявит о том, что сейчас он не в настроении, чтобы петь. К сожалению, сейчас были очень жаркие дебаты, поэтому я слегка подсорвал голос, немножечко отдохну, может быть, в конце. Какой итог можно подвести после всей этой ситуации? Причина негатива журналистки основана на предвзятом отношении и личной неприязни к блогеру. Ведь то, что он сказал, что один трудится над своим каналом, ну, по сути, в этом нет ничего плохого. Леся Рябцева упоминала, что знает Соболева от общих знакомых. И могу предположить, что именно они распространили такую негативную информацию, которая повлияла на ее отношение к нему. Ведь она утверждала, что YouTube не смотрит и большинство блогеров она не знает. Поэтому откуда еще могло появиться такое отрицательное отношение? Кстати, один мой товарищ, который общался и знал Николая Соболева, также нелестно высказывался о нем. Это отличный пример того, как ваши знакомые или люди, которых вы даже не знаете, являются распространителями вашей репутации. Конечно, у Николая Соболева есть самоуверенность, есть желание заявить о себе и своих достижениях. Есть вещи в характере, которые не нравятся и раздражают других людей. Но многие люди даже не задумываются о том, что все мы разные, у каждого из нас есть свой психотип. Для кого-то в порядке нормы вести себя так, для кого-то по-другому и неправильно кого-то осуждать или критиковать за это. Это своеобразный психологически характерный расизм. А на сегодня это все. Если вам понравилось видео, то делитесь им с друзьями. Пишите в комментариях, на какую тему сделать следующий выпуск. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и увидеть их первыми. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok